Здравствуйте! Вы смотрите Вести КамАЗа. Прошла еще одна рабочая неделя, пора подводить ее итоги. В студии Ксения Чернильцева и Павел Михно сегодня в выпуске. Торжественные линейки и подарки первоклассникам. Расскажем о том, как город и КамАЗ отпраздновали День знаний. Претензии нужно предъявлять лично. Литейный завод КамАЗа проводит очную работу над качеством со своими клиентами. Обучение водителей станет частично виртуальным. КамАЗ готовит инновационный автомобильный класс для ДОСАВ. Знакомство с будущим местом учебы и работы. На заводе двигателей 1 сентября прошла линейка первокурсников технического колледжа имени Паташова. Сотни ребят вступили в ряды студенчества и будущего КамАЗа. Для них провели первую в их жизни экскурсию по заводу. Познакомились с преподавателями и наставниками, рассказали о перспективах обучения и порадовали концертом ко Дню знаний. С каждым годом студентов в техническом колледже становится все больше. Если в 2015-м к обучению приступили 175 человек, то в нынешнем году число первокурсников перевалило за 230. 1 сентября все первокурсники собрались на заводе двигателей. В актовом зале их ждал концерт и на подсценные слова руководства. Прошел для вас период экзаменов. Вы выбрали свой путь в ближайшие, думаю, 4 года. Мы вас направим еще в дорогу через 4 года. В дорогу на КамАЗ, на завод двигателей. В колледже идет обучение по направлениям технологии машиностроения, программирования, металловедения, техническое обслуживание и многим другим. В этом колледже есть моя специальность в компьютерной сети. Я очень часто сижу за компьютером. Мне очень нравится это. Этих ребят ждут познавательные лекции, семинары, сессии и обязательная практика на заводе, которая позволит применить полученные теоретические знания на деле. В первый день учебы новоиспеченные студенты отправились знакомиться с производством. Впечатляет, потому что обычно ты видишь уже собранную машину, а тут детали, оказывается, вот как все, необычные. Сначала мама предложила, я с ней долго спорила, мама, ты чего, нет, там одни мальчишки, это мужская работа. А потом как-то сама поинтересовала. Впечатление превосходное. Станки пока непонятные, потому что я вообще еще не знаю, как на них отрабатывать. Но, возможно, я и здесь буду работать в будущем. Первокурсники начали учебный год в обновленном по европейскому формату здании. А впереди у ребят посвящение в студенты, первая пара и первые производственные достижения на автогиганте. Ландыш Капранова, Радик Ганеев, Вести КамАЗа. Такого события в Набережных Челнах не было лет 20. Именно столько в городе не открывались новые школы. А поэтому линейка в новостройке 37-го комплекса превратилась в особенный праздник. На торжестве присутствовали почетные гости в главе с президентом Татарстана Рустамом Минихановым. Поздравить учеников с Днем Знаний прибыли также депутат Госдумы Альфия Кагогина и генеральный директор КамАЗа Сергей Кагогин. Который по случаю приготовил сюрприз всем челнинским первоклассникам. Уже после торжественного события президент отправился на КамАЗ. И автогиганту было, что ему показать. Обо всем подробнее Егор Орлов. Знаний сертификат на 4 миллиона 600 тысяч рублей от публичного акционерного общества КамАЗ вручается всем первоклассникам города Набережной Челны. Генеральный директор КамАЗа пришел в гости не с пустыми руками. Этот подарок поможет юным челнинцам лучше подготовиться к начальной школе и тогда шагать по ступеням системы образования будет легче. Сергей Кагогин отметил, что это вложение в будущее города, Татарстана и, конечно же, самого автогиганта. Мы крайне заинтересованы, чтобы из стен челнинских школ, колледжей, высших учебных заведений выходили талантливые выпускники, которые имеют все навыки, необходимые для сегодняшней жизни. Поэтому КамАЗ всегда участвовал и будет участвовать в социальных проектах в области образования. Эта школа вместила 1200 учеников, набраны 12 первых классов и с условиями, в которых юным челнинцам предстоит грызть гранит науки, президент Татарстана и почетные гости ознакомились подробно. Рустамин Ниханов осмотрел спортзал, библиотеку, медпункт, столовую на 250 посадочных мест и, конечно же, побывал на первых в этом учебном году уроках. Убедился, что в распоряжении школьников самое современное оборудование и есть все необходимое, чтобы получить достойное образование. Я хочу всех поздравить с Днем Знаний. Детишки должны у нас получить конкурентное образование. А мы знаем, что город Наберин-Челны по уровню, качеству образования занимает ведущее место в нашей республике. После школы президент Татарстана отправился на КамАЗ. Здесь Рустаму Миниханову презентовали многофункциональный центр прикладных квалификаций. Это совместный проект КамАЗа и Министерства образования и науки республики. Здравствуйте. Генеральный директор школы работников в России в КамАЗе. Именно здесь работники КамАЗа смогут повысить квалификацию и обучиться новым профессиям. Также площадка центра будет открыта для студентов и сотрудников сторонних предприятий машиностроения. Другим проектом КамАЗа, которому президент Татарстана уделил внимание 1 сентября, стал завод каркасов кабин для нового поколения камских грузовиков. Этот совместный проект автогиганта и Daimler SFTP, так называется завод, предусматривает полный цикл изготовления каркасов, а готовой продукцией загрузят сразу два предприятия. Главный сборочный конвейер автомобильного завода и совместное с КамАЗом сборочное производство грузовиков Mercedes-Benz. Сегодня на объекте полным ходом идет стройка. Отставания от графика нет, о чем и доложили президенту. Егор Орлов, Ленар Мустафин, Вести КамАЗа. Завод «Дуремдизель» доверили придать парадный блеск танку Т-34, который на днях был торжественно передан городу. Перед этим боевая машина восстанавливалась в Трельне под Санкт-Петербургом. Танк полностью разобрали, заменили все ржавые и сломанные детали, поставили гусеницы, четко соблюдая чертежи военного времени. В набережные Челны танк прибыл, преодолев путь почти в 2000 километров. Водители, перевозившие технику и их груз, во время остановок были в центре внимания. Многие хотели непременно сфотографироваться на фоне танка. И вот настала очередь работников «Римдизеля» прикоснуться к истории. Бережно и аккуратно танк приводили в порядок маляры. Говорили, что он словно живой, не сломленный и непобедимый. Молчаливый свидетель героических подвигов, настоящий символ победы. Наши деды боролись за наш мир на земле, получается, на этом танке. За это гордость. Я подкрашиваю знак гвардии, танка Т-34. Последний раз мне это делать приходилось лет 35 назад, когда я служил в советской армии. Эту боевую машину когда-то смело ввел в бой дружный экипаж. Городу еще предстоит собрать исторические сведения об этом, чтобы передать их будущим поколениям челнинцев. Восстановление истории для нас это очень интересно. Для меня лично. Мой отец и мать моя ветеран войны. Отец был командиром сторожного батальона. Я работаю на Рим Дизеле генеральным директором. Тоже имею воинское звание. Я как бы командир батальона технической разведки. Поэтому тут все сходится в одном. Мы все заинтересованы. И будем держать марку. Завершив последнее приготовление, танк повезли по улицам города в Парк Победы. В Парке Победы, где полным ходом идет реконструкция, кроме танка Т-34, на Мемориальной площади уже установлены три единицы боевой техники. А в скором времени будет установлен еще один танк – ИС-3. Иосиф Сталин. Екатерина Романова, Михаил Матвеев. Вести КамАЗа. В день Республики Татарстан состоялась торжественная передача легендарного танка Т-34 городу Набережные Челны. Символ победы советского народа над фашистской Германией, участник боевых действий, победитель сражений с врагом на Курской дуге, танк Т-34 был представлен челнинцам на Мемориальной площади Парка Победа. Установка этой боевой машины стала одним из важных событий масштабной реконструкции парка, который идет последние два года. Я думаю, танк Т-34, который встал уже вчера фактически на вечную стоянку, будет напоминать нам, какой дорогой ценой досталась нам победа. Память будет тем символом, на котором будут воспитываться наши дети, внуки и правнуки. Память – сильная штука. И к другим новостям. КАМАЗ в рамках официального визита в Татарстан посетил чрезвычайный полномочный посол Израиля в России Цви Хейфиц с супругой. Сначала гости осмотрели завод двигателей, где ознакомились с конвейером сборки, а затем посетили два совместных предприятия – Каменс Кама и ЦФ Кама. В ходе визита делегация также побывала на автомобильном заводе, на главном сборочном конвейере и конвейере сборки кабин. А в научно-техническом центре компании Цви Хейфицу показали модельный ряд автотехники КамАЗ и Центр автоспорта легендарной команды КамАЗ Мастер. Бороться за качество продукции вместе с ее потребителем – такой подход доказал свою эффективность на литейном заводе. Благодаря обратной связи и оперативному реагированию на проблемы клиентов, завод снижает уровень брака. Круглый стол по качеству здесь совсем скоро станет традицией. На этой неделе он собрал российских клиентов литейного завода и клиентов из ближайшего зарубежья. Обсудить успели многое. Сначала проработали, как говорится, теорию в группах по кабинетам, а потом пошли в горячие цеха на производство. На производстве чугунного литя, где снизился уровень брака по ряду отливок, гостям показали, как борются за качество продукции. Улучшаются условия труда, технологические процессы, подходы к выявлению брака. Целое комплексное введение помогает добиться положительных результатов. Вот, например, рентген-контроль изделия, который позволяет выявить проблемные места на отливках. Здесь осматривают отливки со всего завода. Особенно опытные партии. Мониторинг по снижению уровня брака идет на заводе регулярно. В рамках этой работы введена новая программа так называемых освобожденных бригадиров. Это тот персонал, который, скажем так, знает на своем рабочем месте больше всех. Ну и, соответственно, мы, конечно, их еще и обучаем дополнительно в процессе вот этой работы. Бригадиры отрабатывают со своими подчиненными, значит, тоже каждый день. Это у нас идет площадка брака. После площадки брака какие-то появляются вопросы, значит, по качеству. Эти вопросы обсуждаются на стендах PDCA, значит, вместе с технологами, с контролерами, значит, с персоналом. Ежедневный контроль с участием руководителей основного производства, цехов, представителей службы качества позволил снизить брак по заводу в среднем на 40% в течение двух последних лет. Теперь к этой работе активно подключают потребителей. Вопросы по качеству, они были всегда, остаются. Но вот эта работа помогает лучше понять потребителя, посмотреть ему, что называется, в глаза, понять проблемы, обсудить, ну и дальше двигаться вместе к решению этих проблем. Вносятся корректировки в технологии, выявляются слабые места в производственном процессе. И это все во многом благодаря обратной связи. Завод к диалогам с клиентами открыт и оперативно реагирует на их проблемы. Приведу пример. Один из наших основных потребителей по продукции диверсификации – это Заводский моторный завод. Мы поставляем ему блоки цилиндров, коленвалы. После последней встречи, то есть мы, скажем так, провели ревизию дополнительного технологического процесса, увидели там некоторые русские места, ну и ряд вопросов по технологии, по оптимизации технологии был решен. Сейчас Литейный расширяет свои позиции на рынке запорной арматуры, расширяет номенклатуру задвижек. Помимо внутреннего рынка, завод пытается выйти на экспорт налаженной связи с Чехией и Италией, куда уже отправлены опытные образцы продукции. Кристина Маматова, Михаил Матвеев, Вести КамАЗа. Компании Эйдос, Инновации и КамАЗ разработали проект модернизации автошкол ДОСАВ. Единая программа обучения, снижение затрат на обслуживание автомобилей, внедрение симуляторов, передвижной учебный класс, телематическая система. И многие другие возможности открываются перед автошколами, участвующими в эксперименте. Все подробности проекта у Ольги Ефремовой. Поддержали проект модернизации пять автошкол России. У них теперь имеются подобные тренажеры-симуляторы. Данные комплексы разработаны на базе реальных автомобилей. Они включают кабину, органы управления и панель приборов. А вот в дворе регионального института передовых технологий и бизнеса стоит пока единственный экземпляр передвижного учебного класса. Автомобиль задумывался изначально как учебный мобильный класс для обращения обслуживания и эксплуатации газовой техники. Когда КамАЗ начинал выходить на этот рынок, мы подумали, что у нас все-таки достаточно большой будет география распространения этой техники. Всех сюда не пригласишь, это достаточно дорого. И мы решили сделать такой мобильный класс, который мог бы выехать непосредственно к клиенту. На тренажере курсанты смогут не только обучиться вождению на КамАЗе, но и правильно обслуживать эту технику. Кроме того, симулятор должен улучшить качество работы водителей. Станет меньше нарушений правил уже на дорогах, считают разработчики проекта. Ведь новички сядут за руль настоящей машины, уже откатав половину ученических часов. И это не все плюсы. Экономия на топливе. Второе – экономия на зарплате водителя. Третье – экономия на запчастях, потому что машина ломается. И все складывается в очень приличную экономию, которая ощущается десятками миллионов. Если не считать стоимость самой машины и симулятора, то разница в обслуживании составит миллион рублей в пользу тренажера. Еще одно преимущество для автошкол – полный контроль за процессом обучения каждого курсанта. Этому способствует предлагаемая КАМАЗом телематическая система. На экране высвечивается количество часов, отъезженных будущими водителями, их маршруты и ошибки. Да, здесь даже имея когда-то навыки вождения автомобилем, если ты долго не ездишь, то тренажер позволяет восстановить свои… Не на дороге, где можно накуралечить, будет здоров, перевернуть машину и получить, так скажем, увечья и разбить машину, соответственно. Сейчас у нас в городе заметен дефицит профессиональных водителей и грузовых машин, отметили сотрудники КАМАЗа. Подобные тренажеры могут использоваться и с целью повышения квалификации, либо подтверждения ее. Разработчики проекта считают, что использование новых систем при глобальном применении позволит рассчитывать на улучшение дорожно-транспортной ситуации в стране и снижение случаев ДТП. Ольга Ефремова, Михаил Матвеев, Вести КАМАЗа. Итак, подытожим. Наступила осень, наступила пора учиться. И, как вы поняли из материалов выпуска, для КАМАЗа День знаний тоже ответственный праздник. Не забыли никого, ни первоклашек, ни студентов. Даже курсанты ДОСАВ и, опять же, не без участия автогиганта, скоро будут учиться по-новому. Что еще нового произойдет за неделю, расскажем в следующую пятницу, 9 сентября в 19.15. На телеканале РЕН-ТВ, Набережные Челны. С вами были Павел Михно и Ксения Чернильцева. Всего доброго. И до свидания.